О посте. Слово четвёртое. Источники, когда их черпают, изливают там тем более чистую воду, и удовлетворяя потребность, утоляя жажду всех, текут неистекаемой струёй из недр земных. Все богатые, бедные, мудрые и неразумные могут по мере потребности своей утолить водой их свою жажду, и всем доставляя в изобилие питьё, источники сохраняют своё сокровище неисчерпаемым. Так, подобно источнику, который один напаяет многих, и одно священное писание просвещает умы многих. Придите поэтому и вы, возлюбленные. Приступим к вышеупомянутому источнику, и сделаемся участниками наставления о посте, как было достаточно его для богатого, так и нам, бедным. Не будем к нему в нём недостатка. Постясь, или я правящий колесницей, милостью и жезлом разделил реку. Он же, постясь, заключил небо, словом своему держав дождевые облака. Он же за то, что постился, управляя огненными конями, вознёсся в огненной колеснице на небо. Постясь, Моисея, слуга Божий, разделил море, превратил его обильной рыбой в сушу. Пост, выведенных из плена евреев, и потопил египтян. Пост вложил в десницу Моисея священный жезл, ударив которым по скале он заставил её произвести годную для питья воду. Пост, умудрив Даниила, сделал его истолкователем тайных снов. Тот же Даниил постясь укоротил во рву диких зверей, и, явившись пастырем львов, заставил их самих взирать на небо. Пост сохранил невредимыми тела трёх отроков и превратил в рассурсе пожирающий пламень вавилонской печи. Благодаря посту пророк Иона обуздал кита и, воспользовавшись им как бы подзерёмным животным, отправился в Неневию. Он удалился не туда, куда угодно был этому животному, но сам кит отправился туда, куда хотел находившийся в нём и управлявший им. Предавшись посту, Неневитяне спасли свой город и иссушили посаженное пророком растение. Пост – это дар Божий. Пост – пища ангелов. Пост – посвятил в таинство Моисея. Пост утвердил вере Авраама. Пост – оправдал Исаака. Пост – сопутствовал Якову. Пост – возвеличил Иосифа. Пост – возвысил Мельхиседека. Пост – увёл Лота из Содома. Пост – подвязался с Иовом. Пост – умудрил пророков. Пост – дал крепость царям. Пост – избрал священников. Пост – просветил лицо Моисею. Пост – совершал служение Саароном. Пост – предводительствовал вместе с Иисусом Новином. Пост – дал оружие Гедеону. Пост – укрепил Самсона. Пост – зачал Самуила. Пост – ротоборствовал с Саулом. Пост – благословил Исаию. Пост – делал красноречивым Иеремию. Пост – осветил Захарию. Пост – умудрил Иоанна. Пост – подкрепил Петра. Пост – доставил награду Павлу. Пост – запечатлел вселенную. Пост – попрал силу огня. Пост – обесил племя львов. Пост – смирил гордость драконов. Пост – иссушил реки. Пост – восстановление рая. Пост – сверх всего сказанного. Укрепив тело Христа. Стремительно отразил нападение дьявола. Пост – собеседник девственниц. Пост – умножение домов. Защитник – кающихся. Пост – супруг молитвы. Основание богатства. Утешение бедных. Помощник – изнуренных. Пост – отгоняет сон. И побуждает к песнопению. Пост – вода, напаяющая нас и уготавляющая нам источник бессмертия. О, пост! Ты хлебом располагаешь души наши к благочестию. И солью уничтожаешь зловоние грехов наших. О, пост! Ты сорока днами обращаешь воздух в ступени, по которым возводишь нас на небеса. О, пост! Ты устал не постящийся призываешь милость и суд Божий, как только что слышали мы. Давид – это веселье святых пророков, изображая праведный суд, соединенный с милостью, то есть суд будущий, взывал к Богу. Милость и суд воспою тебе, Господи. Пост имеет общение с хирургимами. Пост пребывает с серафимами. Пост уготовил величие и ноху в раю во Христе Иисусе Господе нашем, Которому слава и держава вовеки. Аминь.